В поселке совхоза Комсомолец снова нет воды. Эта проблема вызывает возмущение у сотен жителей уже не первый год, но с каждым разом решить ее оказывается все сложнее. Представители сельсовета на контакт идут неохотно. Редкую возможность наблюдать диалог народа и местной власти получила моя коллега Юлия Саушкина. Полтора года назад мы уже были на этом месте. Много воды утекло с тех пор, но только куда неизвестно. Вот уже два месяца, как в центре поселка, в десятках домов, горячая вода отсутствует. А несколько дней назад отключили еще и холодную. Почему и как будут решать эту проблему, жители спросят у местных властей. Стираем мы совершенно в холодной ванне, полоскаем холодной водой, сушим тоже здесь же в ванне. Декабрь 2016-го. В таких условиях в поселке совхоза Комсомолец уже не первую неделю живут сотни человек. Без элементарного блага цивилизации комсомольцев оставил собственник котельной, оказавшийся на грани банкротства. Возобновлять подачу воды пришлось уже другой компании ООО «Теплоресурс». А это свежие документы, в которых «Теплоресурс» отказывается от своих обязанностей и предлагает передать злополучную котельную в муниципальную собственность. В заложниках ситуации с эффектом дежавю почти 700 жителей поселка и местная администрация. Денег на покупку замороженной котельной, у которой нет. Единственный вариант, самый, наверное, оптимальный – переходить на индивидуальный подогрев воды. Марина Алферова пыталась решить проблему нестабильного водоснабжения еще несколько лет назад. Водонагреватель запретили ставить по правилам безопасности. По словам специалистов, такую нагрузку проводка в местных домах не выдержит. Тишина. Горячей нет вообще. Холодной водой комсомольцев снабжают тоже с перебоями. Даже в случае, если она есть, а нам, можно сказать, повезло, пользоваться приходится водой из колонки. Золотая – это жидкость не только по цвету. По словам комсомольцев, тарифы на воду у них в поселке почти в три раза выше, чем, к примеру, в областном центре. Вы вообще за свою работу хоть кто-нибудь научится отвечать? Или, в конце концов, только жители? Вы представляете, какая у них платежка? Вот сейчас вы опять на них предлагаете финансовые какие-то обязательства? Предложение администрации перейти на индивидуальный подогрев воды большинство жителей отвергли. А значит, развязки долгоиграющая история вновь не получила. Мы будем следить за развитием ситуации. Юлия Савушкина, Илья Демин, Александр Кобзарев. Область новостей. Продолжение следует...